Привет всем из Германии! Сегодня речь пойдет о легендарном анаболике метандростенолоне с действующим веществом метандиенон. Этот прекрасный анаболик с небольшим андрогенной активностью был открыт в 60-х годах. Продавался под таким названием как Дианабол в Германии, в России продавался он под названием метандростенолон в дозировке 5 мг. Фирма, по-моему, в 90-х годах, я знаю, по-моему, фирма Акрхин называлась, если я неправильно выговорил, поправьте меня в комментариях. Таблеточки можно было свободно в 90-х годах купить в аптечке. Продавали, как я уже сказал, 5 мг, в блистерах шло 100 таблеток. Цена была вообще мизерная, что-то 10 рублей, что ли. И препарат хорошо использовался в медицине, был допущен для медицинских целях. В других странах, кстати, он продавался под названием, например, в Румынии, напозим. Или также в Польше продавался, или до сих пор еще продается, кстати. В Румынии, в Польше до сих пор еще есть производство, в Польше называется он метанабол. О всех его плюсах и прелестях я сейчас не буду останавливаться. Есть много информации, подробной информации в интернете. Если вы не любите читать, тогда зайдите на канал Алексея Большакова или Антона Южакова. Они там вам прочитали инструкцию своих видео, послушайте их. Я зациклюсь больше на дозировках, дозировках этого чудесного препарата, потому что есть некоторые блогеры, которые пытаются убить своих подписчиков, рекомендуя им огромные дозировки этого препарата. А ведь дозировочки-то всего лишь навсего рекомендовались в оригинальных препаратах всего лишь навсего по 3 таблетки в день. 5 миллиграмм 3 раза в день шли дозировочки. Препараты имели хорошую анаболическую активность. Как я уже сказал, применялись в медицине. При кохексии, то есть нехватке веса, при патологических условиях, заболеваниях, например, у людей была нехватка веса после каких-то травм, переломов, в период рекомендуемости, то есть восстановления давались эти препараты, потому что мышечная ткань была атрофирована из-за неподвижности каких-то мышечных органов, например, ноги, руки, или также при ожогах теряли люди большое количество белка. И после хемотерапии, ВИЧ-инфекции, ну короче, куча показаний было, при которых люди могли за счет метандростенолона прибавить весе. Прибавить весе не за счет жира, а за счет прибавки мышечной массы, так как метандростенолон усиливал синтез белка в мышцах. Ребят, я в принципе не собирался снимать это видео, потому что имеется достаточной информации про метандростенолон. Пока вчера не увидел видео одного фитнес-блогера, это видео меня очень зацепило. Он рекомендовал безопасные дозировочки своим подписчикам. Давайте, ребята, вначале послушаем, какие дозировочки он озвучил, а потом я скажу свое мнение по этому поводу. Всем привет! Сегодня я хочу сделать видео по поводу фармы, по поводу того, что все очень сильно любят, это фармакология. Что касается, например, такого препарата, как метан, то я считаю, что 15 таблеток в день это немного, потому что есть опыты, есть люди, которые принимали по 10, по 15, по 20 таблеток в день. Никаких проблем с печенью, вообще никаких проблем нету, потому что метан это метан, то же самое Туринобол, Станазолол. Все там нас пугают, как это страшно. Но на самом деле есть очень много людей, которые рассказывают из своего личного опыта, что ничего страшного в этом нет, это абсолютно нормально. И я придерживаюсь такого же мнения, как говорят данные люди. Данные дозировки, которые я сказал, для нормальных людей, не для чемпионов Олимпии. И это абсолютно нормальные рабочие дозировки, которые в большинстве случаев не должны вызывать каких-то побочных серьезных эффектов. Так что советую вам прислушаться к данному видео, а также подписаться на мой канал, подписаться на Инстаграм, поставить лайк этому видео, написать комментарий, что вы думаете по поводу моего мнения по поводу дозировок. И если бы вы хотели сотрудничать со мной, как с тренером в Киеве, уже в августе я буду в Киеве работать персональным тренером. Ну, а если бы вы хотели поработать со мной в онлайн-режиме, то всегда пишите в мой Инстаграм, там с вами можем договориться. У меня время от времени всплывают какие-то проблемы с желудком, с кишечником. И я решил помочь тебе сам. Сам поставил себе диагноз. Какое-то раздражение кишечника, я там по симптомам все понял. Синдром раздраженного кишечника, вот что-то такое. Поэтому сейчас у меня будут проблемы с набором массы, потому что я кушаю и сразу же иду в туалет. То есть каждый, почти каждый раз, там 3 из 4-5 раз я покушал, и сразу же у меня удувается живот, живот болит, и я иду в туалет. Короче, все плохо. И данная проблема, я вам о ней не часто рассказываю, но она есть. И она влияет не только на курс, на набор массы, а и на качество моей жизни. Так как это, знаете, не очень приятно, когда ты тренируешься, когда ты ешь. Но это даже второстепенные. Не очень приятно это, когда я на работе тренирую, все классно, поел, пошел тренировать, и у меня сразу же раздувается живот, у меня болит живот, мне надо по 5 раз бегать в туалет. Короче, это очень плохо. Ну вот, ребята, посмотрев это видео, оно меня очень зацепило. Я, в принципе, не собирался снимать видео по метандроссинаону, потому что в интернете достаточно информации по этому препарату. Но дело в том, что у этого блогера 5000 подписчиков, и это видео зашло на ура. Уже в первый час, посмотрев его, подписчики стали ему давать кучу лайков. Он в первый час уже получил 50 лайков, и всего 3 дизлайка, и в комментариях все писали. Ой, спасибо за полезную информацию, все сказал по чесноку, все правильно. Вот, ребят, чтобы предостеречь, может быть, спасти людей от цирроза печени, и я решил все-таки снять это видео, потому что дозировка, которую он рекомендует до 15 таблеток, это очень космическая дозировка, ведь в медицине его применяли всего лишь навсего по 5 миллиграмм 3 раза в день. И я также знал ребят, которые учились со мной в школе, которые покупали его в аптеке и также юзали, и они принимали всего лишь так же по 3 таблетки в день, и росли, была у них мышечная масса, повышались силовые, и они принимали длительное время. И то даже с такой дозировкой производитель озвучивал в инструкции, какие побочные действия, как повышение давления, прыщи, выпадение волос и также гинекомастия. А вот с такими дозировками, которые рекомендует нам Влад Павлон, вы в любом случае получите все побочки, которые стоят в инструкции, и, скорее всего, даже не сможете избежать гинекомастии, хотя этот препарат с низкой андрогенной активностью. А еще, ребят, вот он зациклился, ну, типа, он только про печень думал, типа, да, у вас сильно не повысятся печеночные пробы. Ребят, так дело в том, что этот препарат очень раздражает кишечно-желудочный тракт, поэтому не зря стоит в инструкции рекомендация принимать его после еды, а не из-за того, чтобы после еды принимать, чтобы он там у вас сразу белки схватил, там и в мышцы засунул их, там и у вас там бицепсы выросли по 50, а из-за того, чтобы пощадить ваш кишечно-желудочный тракт, поэтому принимать его стоит после еды. Но наш Влад Павлон принимает до 15 таблеток, наверное, метана, метандростенолона, дианабола, донабола, напозима. И поэтому, ребят, он и удивился в одном из видео, что у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, и он ходит по 5-6 раз в туалет по-большому, у него понос после того, как он покушает, у него питательные вещества не усваиваются, и он не подумал, что это может быть от оралки, а он всё списал это на гречку, которую он ест в больших количествах. Вот, ребят, дело в том, что печёночные пробы, ребят, будут по-любому повышаться с 15 таблеток метана, со 150 мг метана в день. Это я уверен. Если препарат действительно рабочий, ребят, может, он просто пьёт какой-нибудь нерабочий препарат, а какую-нибудь известку. Ну да, может быть, смело 15 таблеток мела у вас не будет печень страдать. Но если препарат действительно рабочий, это будет серьёзный вред вашим печёночным клеткам, которые будут отмирать. Некроз печёночных клеток будет способствовать в дальнейшем образованию фиброза вашей печени. То есть там образуется соединительная ткань, которая никакой функции не имеет. И это всё может впоследствии привести к циррозу печени. Если у вас две почки, то одну почку... Можно с одной почкой прожить. Удалят вам одну почку. Но печень у вас, ребят, одна, и она играет большую функцию. Если у вас будет цирроз печени... Только тогда, кстати, при циррозе печени у вас начнутся какие-то жалобы. Да, ребят, при гепатите, воспалении печени, которая будет возникать за счёт применения оралки, или также есть риск возникновения рака печени, у вас не будет в начале симптомов. Симптомы только наступят, когда уже будет, ребят, поздно. Ребят, когда уже будет поздно, тогда наступят симптомы, вы пойдёте к врачу, он просканирует вашу печень, сделает вам... И скажет, что у вас цирроз, что вам осталось недолго жить. Или также может поставить вам диагноз рака печени. А вам, ребят, оно надо? Советую вам принимать этот препарат, прекрасный препарат, в дозировочке максимально 30 мг в день. У него полураспад 6 часов. Ребят, если раньше люди росли на 15 мг, по 5 мг 3 раза в день, вот вы будете принимать 10 мг через 6 часов, даже полураспад, да, у него ещё до сих пор будет 5 мг в крови. Да, то есть принимайте 3 таблетки утром, в обед и вечером, желательно после еды, так как он, как я уже сказал, раздражает желудочно-кишечный тракт. С такими дозировками вы получите по минимуму побочных действий. Я уже выпускал видео по нандролон-диконуат или ДЭКО. Я его из инъекционных препаратов поставил на первом месте. Кто не видел это видео, зайдите, тут выскочит ссылка. Оно хорошо зашло, получил много просмотров. Из оральных препаратов, из оральных стероидов, я бы поставил на первое место метандро-стеналон. Если учитывать цену, действия, выхлоп и побочные действия, он занимает, с моей точки зрения, первое место. Старый, зарекомендовавший себя препарат, который люди в моём возрасте ещё помнят с 80-х, 90-х годов. Ребят, ни в коем случае не ложите таблетки под язык, это всё миф, это всё придумал Аминьон. Если кто-то не видел видео по Аминьону, есть такой фитнес-блогер, кстати, из Германии тоже. Этот клоун советует всем принимать методиенон, ложа его под язык, чтобы не навредить печени. Если кто-то хочет посмотреть видео по Аминьону, оно выскочит вот тут, зайдёте, посмотрите. Ребят, на этом буду заканчивать своё видео. Попрошу вас всех поставить мне лайк или дизлайк для продвижения моего канала. В идеале написать комментарий, что вы думаете по поводу метан-драстенолона. Держали вы в 90-х годах пачку от крихина? Какой у вас опыт с меташкой? Офидерзейн. Офидерзейн. Офидерзейн.